Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не подписаны на наш канал, советуем подписаться. Ведь здесь вы найдете большое количество интересной, а главное полезной информации о том, что касается выбора поддержанного автомобиля. В том числе и обзора на машины. Не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Кстати, Первый Видео Авторынок теперь есть и на Рутюб тоже, поэтому переходите по ссылочкам в описании и подписывайтесь на нас там, на всякий случай. Герой нашего сегодняшнего обзора это автомобиль, про который вы, скорее всего, вспомните, если ваша задача купить себе относительно компактный, но при этом очень вместительный почти минивэн с возможностью трансформации салона. Конечно, если вы проживаете в Сибири или на Дальнем Востоке, то ваш выбор однозначно будет из чего-то с правым рулем. Поскольку именно среди импорта бэушных автомобилей из Японии такой класс представлен, в принципе, достаточно широко. Это и Honda Freed, и Toyota Siento, и достаточно большое количество других моделей, которые так или иначе отвечают этим критериям. Но если вам нужен именно левый руль или ключевым требованием к вашему автомобилю будет еще и высокий клиренс, то, в принципе, данную модель вы вполне можете рассматривать к покупке. А вот о том, что нужно знать, дабы приобретение подобного автомобиля не обернулось сплошными расстройствами, мы сегодня поговорим. Встречайте, Skoda Yeti. Автомобиль Skoda Yeti, который сам производитель причисляет к классу кроссоверов, и, в принципе, с этим можно согласиться ввиду достаточно неплохого и немаленького дорожного просвета, появился на рынке в 2009 году и продолжал выпускаться аж по 2018, целых 9 лет конвейерной жизни, что весьма и весьма немало по нынешним меркам. В 2012 году сборку этих автомобилей, которая изначально производилась в Чехии, локализовали на мощностях Горьковского автомобильного завода, и машины получили российскую прописку. Причем сборка эта производилась по полному циклу. В 2013 году машину подвергли рестайлингу, в результате которого Yeti потерял круглые противотуманные пары, которые переехали в нижнюю часть бампера и стали более привычной глазу формы. Также обновление коснулось и агрегатов. Вообще, если говорить об обновлении, то чем свежее будет автомобиль, который вы планируете покупать, тем лучше, поскольку за свой цикл конвейерной жизни эта модель неоднократно модернизировалась, как правило, в сторону устранения детских болячек. Что касается агрегатной линейки, то она здесь достаточно обширная. Под капотом этих автомобилей в свое время могли располагаться бензиновые моторы объемом 1,2 литра на 105 лошадиных сил, 1,4 литра на 122 и впоследствии на 125 лошадиных сил. И это разные двигатели. 1,6 атмосферник на 110 лошадиных сил, мотор 1,8 на 152 лошади, и дизельная двушка на 140 лошадиных сил. Выбор коробок передач также был достаточно обширный, но все зависело от того, какой мотор вы предпочли. Здесь могла стоять 5- или 6-ступенчатая механическая трансмиссия, здесь было два варианта роботизированных коробок на 7 и на 6 передач, а также 6-ступенчатый японский эйсиновский гидромеханический автомат. Ну а привод эта машина могла иметь как передний, так и полный. Наш сегодняшний экземпляр – это автомобиль 2011 года выпуска с двигателем 1,2 литра на 105 лошадиных сил, 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией типа DSG и передним приводом. По традиции в начале обзора скажем пару слов про кузов автомобиля, про толщину и качество лакокрасочного покрытия, а также про то, насколько хорошо или наоборот он сопротивляется ржавчине. Что касается толщины ЛКП, то на Skoda Yeti в большинстве своем вы будете наблюдать разброс показаний толщиномера в диапазоне от стандартных 90 до 140 микрон, в редких случаях толще. Касаемо прочности лакокрасочного покрытия на Yeti чудес ждать не стоит. Не хуже и не лучше, чем у всех остальных автомобилей. Соответственно, если вы смотрите машину с большим пробегом, будьте готовы к наличию сколов и жизненных потертостей. Кстати, в месте достаточно сильных сколов, которые не были своевременно залечены, запросто может отходить пятнышками краска. Подобное можно наблюдать и на Volkswagen Tiguan, и на Skoda Octavia A5, и много еще на каких моделях концерна VAC. Эта напасть не обошла стороной Yeti. Но, в отличие от, например, той же самой Octavia, Skoda Yeti не может похвастаться стопроцентной сопротивляемостью ржавчине. На этих автомобилях даже были гарантийные перекрасы по причине вздутия лакокрасочного покрытия, например, по низу дверей. На возрастных автомобилях также обязательно осмотрите задние колесные арки, в месте стыковки с задним бампером. Отсюда на данных кроссоверах также может начать распространяться ржавчина. Естественно, никто не отменял осмотр автомобиля на подъемнике, так что пороги и днища нужно смотреть внимательно. Как и на большинстве универсалов, нужно также с пристрастием осмотреть крышку багажника на предмет наличия начинающихся очагов коррозии. А вот применительно именно к Skoda Yeti желательно также убедиться в исправности задних фонарей, поскольку здесь зачастую имеют свойство пропадать контакты по причине окисления. Так что при осмотре подобного автомобиля проверьте их функционирование. Что касается бортового электрооборудования, то при осмотре Yeti в первую очередь нужно проверить, чтобы все клавиши, которые наличствуют у вас на водительской двери, исправно функционировали. Причина отказа в работе может крыться в переломанном жгуте проводки, который идет из крыла непосредственно в водительскую дверь. Данная проблема была характерна только для автомобилей до 2013 года выпусков. Впоследствии жгут модернизировали, и проблема ушла. Крайне рекомендуется не оставлять без проверки функционирования боковых зеркал на предмет исправности регулировки и подогревов, а также проверить исправность электрозамка лючка-бензобака, с отказами которого владельцы данных автомобилей периодически сталкивались, причем в самый неподходящий момент. Уже находясь в салоне Шкоды Yeti, крайне рекомендуем проверить работоспособность климатической установки, прощелкать ее по всем режимам и направлениям обдува, а также по всем скоростям работы вентилятора-отопителя. Дело в том, что на этих автомобилях встречаются как проблемы, связанные с неработоспособностью самих заслонок воздухосмесителя, так и проблема с шумной работой вентилятора, которую ненадолго можно победить разборкой и смазкой чисткой узла. Ну и последнее. Проверьте исправность заднего стеклоочистителя. Как и у Туксона, у Шкоды Yeti, это, можно сказать, характерная болячка. Ну а теперь поговорим про двигатели, которые могли находиться под капотом Шкоды Yeti. Первый мотор в линейке имеет объем 1,2 литра и мощность 105 лошадиных сил. Эта силовая установка относится к старому семейству ЕА111 и носит индекс ЦБЗБ. Конструктивно этот двигатель представляет собой рядную четверку с алюминиевым блоком цилиндров. Примечательно то, что головка блока цилиндров здесь имеет только один распредвал, соответственно, мотор восьмиклапанный. Здесь есть гидрокомпенсаторы зазоров клапанов, и заморачиваться с их регулировкой будущему владельцу подобного автомобиля не придется. Но вот систем, усложняющих конструкцию мотора, сюда поставили достаточное количество. Несмотря на отсутствие на данном двигателе фазовращателя, здесь есть и турбина, и непосредственный впрыск топлива с ТНВД и соответствующими форсунками. Привод ГРМ здесь цепной, Но вот эта самая цепь и была камнем преткновения на автомобилях первых лет выпуска. Цепь достаточно тонкая и растягивалась на относительно смешных пробегах под 50-60 тысяч километров. И в случае, если владелец игнорировал соответствующий грохот при работе мотора и доводил до перескока цепи, последствия могли быть самыми неприятными. В 2011 году компания модернизировала данную силовую установку, соответственно поставила сюда модернизированный механизм ГРМ и проблема слегка отодвинулась. Однако, если вы смотрите подобный автомобиль, чей пробег приближается к 100 тысячам километров, и у вас нет достоверной информации о том, что цепь здесь была поменена только вот-вот, в любом случае прикидывайте, что возможно эта процедура ляжет на ваши плечи. Кстати, проблема с цепью роднит эту силовую установку с мотором MR16 DDT на Nissan Juke первых серий, где цепи также имели свойство растягиваться к тем же пробегам в 60 тысяч километров. Однако, компания Nissan впоследствии эту проблему все же решила. На этих двигателях также были вопросы по системе регулирования турбонаддува. Дело в том, что регулятор наддува на автомобилях до 2011 года, опять же до модернизации, был выполнен единым узлом с самой турбиной. И в случае выхода этого узла из строя, когда автомобиль прекращал набирать обороты и падал в аварийный режим, менять приходилось весь турбокомпрессор целиком. Но на автомобилях с 2011 года можно поменять отдельно регулятор наддува. К характерным проблемам, преследующим эти двигатели, к пробегам 100-120 тысяч километров, можно отнести и подтеки масла через прокладку кронштейна масляного фильтра и генератора. Не стоит забывать, что на данных двигателях присутствует и маслоотделитель, и система вентиляции картерных газов, за исправностью которых вам также придется внимательно следить. Также при осмотре подкапотного пространства подобного автомобиля не поленитесь вытащить масляный щуп и, что называется, проверить его на нюх. Если масло отчетливо пахнет бензином, вполне вероятно, ТНВД на данном моторе уже практически отработал свое. И менять его придется вам и в ближайшее время. А вот что касается ресурса непосредственно самой турбины и цилиндропоршневой группы на двигателе 1.2 ЦБЗБ, то этот самый ресурс весьма неплохой, особенно для такого малолитражного мотора, и способен превысить 240-250 тысяч километров, при условии, что вы будете за этим двигателем следить и вовремя менять здесь масло. Естественно, делать это лучше почаще, где-то раз в 5-6 тысяч километров пробега. Кроме того, крайне не рекомендуется допускать перегревов с этой силовой установкой. Ну а что касается бензина, которого, кстати, этот двигатель потребляет достаточно мало, заливать лучше 98-й, ну, либо максимально качественный и максимально высокооктановый, в том регионе, где вы его найдете. Детонации эти силовые установки очень не любят. Второй по старшинству двигатель в линейке, это также представитель семейства ЕА111. Индекс мотора CAXA 122 лошадиные силы, это рядная четверка, только уже с чугунным блоком цилиндров. Головка блока здесь двухвальная, и на впускном распредвалу установлен фазовращатель. Этот двигатель также имеет прямой впрыск топлива, также имеет турбину и цепной привод ГРМ. Кстати, гидрокомпенсаторы на нем также есть, и регулировкой клапанов заниматься не нужно. Что касается цепей, до 2011 года у CAXA была та же самая проблема, как и с младшим мотором объемом 1,2 литра. Но после модернизации ресурс узла значительно увеличили. Кстати, на данном автомобиле с мотором 1,2 пробег 131 тысячи километров, и цепь здесь уже поменена. По большому счету, все проблемы, которые характерны для мотора 1,2, также можно применить и к мотору 1,4. Но есть одна оговорка. Поршневая группа на 1,2 получилась все же покрепче. Дело в том, что на CAXA двигателях, особенно на автомобилях первых серий, иной раз полностью приезжала на замену поршневая группа. По причине физического разрушения от детонации, связанной с использованием некондиционного топлива, либо низкого октанового числа, используемого бензина. В процессе выпуска этих силовых агрегатов, концерн Volkswagen неоднократно модернизировал поршневую группу, навыпускал большое количество ревизий, и в случае, если вы покупаете такой автомобиль с двигателем 1,4 старой серии на 122 лошадиные силы, не лишний будет уточнить у собственника, делал ли он что-то с мотором, и если делал, может ли он это подтвердить документарно. Как правило, в случае капитального ремонта устанавливаются поршни последней ревизии, и, в общем-то, проблема отступает на второй план. Если вы смотрите Шкоду Йети после 2013 года выпуска, то под капотом таких автомобилей будет стоять другой двигатель объемом 1,4 литра. Это ЦЗЦА на 125 лошадиных сил. Такой же мотор устанавливается под капот рестайлингового Volkswagen Polo первой генерации. Это совершенно другой двигатель, который не имеет конструктивно ничего общего со старой серией ЕА111. И привод ГРМ на нем уже ременный. Ресурс ремня, заявленный производителем, 120 тысяч километров пробега, но после 60 можно начать поглядывать за его состоянием. И до обрыва лучше не доводить, поскольку клапана здесь загибает. Этот двигатель также имеет и турбонаддув, и непосредственный впрыск. Но по большому счету, из характерных проблем для более свежего мотора 1,4 можно обозначить разве что масложор, который, как правило, обусловлен залеганием тонких маслосъемных колец до насос системы охлаждения. Помпу, которая в данном случае будет объединена с термостатами в едином пластиковом корпусе, и которая может время от времени расстраивать течами. А вот менять ее придется только в сборе вместе с двумя термостатами, и, конечно, она будет стоить подороже, чем отдельные узлы на моторах старой схемы. Но в целом модернизированные двигатели 1,4 способны будут отработать 250-280 тысяч километров пробега до появления первых вопросов, во всяком случае по части поршневой группы. Кстати, на рестайлинговых машинах под капотом вы можете также обнаружить и мотор объемом 1,6 литра на 110 лошадиных сил. Это единственный ненаддувный атмосферный агрегат под капотом Skoda Yeti. Алюминиевый блок цилиндров, 4 цилиндра, 16 клапанов, 2 распредвала, фазовращатель на впуске. Это двигатель, который ставился также на Volkswagen Polo Sedan в рестайлинге. Привод ГРМ на таком моторе будет ременный, с тем же интервалом замены раз в 120, но лучше подсократить, поскольку при обрыве, как и на турбомоторе 1,4 клапана загибает. Из конструктивных особенностей этого атмосферника стоит отметить развернутую на 180 градусов головку блока цилиндров и встроенный в нее же выпускной коллектор. Двигатель этот достаточно быстро прогревается, на нем также стоит, как и на 1,4 нового образца, помпа, совмещенная в одном корпусе с термостатами. И та же самая проблема с заменой ее только в сборе в случае, если откроется течь. Также на атмосферниках были случаи замены по гарантии муфты фазовращателя, которая на нем одна и стоит на впускном распредвалу. Ну а больше какими-либо пакостями этот двигатель по большому-то счету и не отметился. Мотор хороший, впрыск топлива на нем обычный распределенный, без ТНВД и его ресурс весьма большой. 300-350 тысяч километров эта силовая установка способна отбегать, если вы не будете его перегревать. Также до 2015 года попадались нарекания по муфте фазовращателя, которые впоследствии были сведены на нет. И кстати 1,6 МПИ это один единственный двигатель, который на этих автомобилях сочетается именно с классическим гидромеханическим автоматом. Так что в целом, если вы ратуете за надежность, остановить свой выбор на рестайлинговом Yeti с подобной силовой установкой будет весьма мудрым решением. Но и на всякий случай, покупая атмосферный Yeti с пробегом более 120 тысяч километров, не лишний будет убедиться, что сальники распредвалов не бегут и соответственно масло не попадает на ремень ГРМ. Если же вы ищете Шкоду Yeti с полным приводом и при этом хотите бензиновую машину, то единственный агрегат, с которым вам полный привод предлагали, был 1,8 литра на 152 лошадиные силы и 250 ньютон метров крутящего момента. Его маркировка CDAB. Это двигатель, относящийся к семейству EA38. Рядная четверка с чугунным блоком цилиндров, двумя распредвалами, 16-ю клапанами, фазовращателем на впуске и гидрокомпенсатором. Само собой, двигатель наддувный и с прямым впрыском топлива. Привод ГРМ, цепной и ресурс этой самой цепи порядка 100-120 тысяч километров до замены. И собственно, основная проблема моторов 1,8 ранних ревизий, где стояла облегченная, но еще не доработанная поршневая, с тонюсенькими маслосъемными и поршневыми кольцами заключалась в том, что данные двигатели сновья могли повъедать масло. И в процессе эксплуатации масложор только прогрессировал. Поэтому, если вы смотрите подобный автомобиль, мало того, что надымность эту машину желательно проверять до покупки, так еще и желательно уточнить у собственника, делал ли он что-либо с поршневой группой. И если двигатель ремонтировался, то какие именно поршни он туда поставил. Потому что ревизии их было несколько, ну и соответственно, будучи восстановлены самыми свежими поршнями, этот мотор будет способен отработать достаточно долгое время. Впрочем, даже с масложором эти силовые установки способны проехать 200-250 тысяч километров. Общий момент по всем двигателям с прямым впрыском топлива на Шкоде Йете – это повышенное нагарообразование на клапанах. Соответственно, если мотор потерял тягу, начал плохо тянуть, вполне возможно, что необходимо осуществить механическую чистку. Также нужно следить за исправностью системы EGR, а она здесь много где присутствует, и аккуратно подходить к мойке подкапотного пространства. Не использовать моечные аппараты с высоким давлением, поскольку разъемов и фишек здесь хватает. Плюс к тому, на двигателях 1.2 и 1.4 установлена катушка зажигания, которая стоит сверху и также может обеспечить вам перебои в работе мотора в случае, если влага попадет под наконечник. Ну и последний двигатель, который можно было обнаружить в подкапотном пространстве Шкоды Йети – это дизель объемом 2 литра на 140 лошадиных сил и аж 320 ньютон-метров крутящего момента. Его индекс – CFHC. В целом, этот силовой агрегат весьма надежный и неплохой. Это чугунный блок, 16 клапанов, 2 распредвала, здесь есть гидрокомпенсаторы, конечно, система впрыска Common Rail и ременный привод ГРМ, интервал замены которого также 120 тысяч по заводу, но по факту нужно контролировать состояние ремня и в случае чего быть готовым поменять его раньше. Характерных проблем у данного дизеля можно сказать, что и нет. Не будем же мы считать за таковые возможные проблемы попадания на замену топливной аппаратуры и ТНВД в случае заправки некондиционным дистопливом, либо необходимость периодически чистить клапан ЕГР и сажевый фильтр. На ранних автомобилях до 2010 года с данными моторами была определенная проблема, связанная с растрескиванием трубок топливопровода по причине использования неподходящего материала, но впоследствии беду устранили. Поэтому, если вам подвернулась машина на дизельном двигателе и этот дизель после диагностики на профильном СТО показал себя с хорошей стороны, на таком автомобиле также вполне можно остановить выбор. Особенно, если вы планируете эксплуатировать машину в регионах с не самым суровым климатом. Перед тем, как переходить к коробкам передач, скажем пару важных слов про систему полного привода на Skoda Yeti. Если вы покупаете машину с мотором 1.8 бензин, либо 2 литра дизель, такой автомобиль будет полноприводным. С младшими двигателями полный привод не агрегатировался. Реализован он здесь посредством муфты Haldex. Сама муфта, что касается ее нутрянки, то есть пакета фрикционов, весьма крепкая и рассчитана на очень большой крутящий момент. Сжечь ее или как-то по-другому вывести из строя по механической части практически нереально. Причиной нерабочего полного привода на Skoda Yeti, как правило, будет масляный насос, который призван создавать давление, прижимающее фрикционы друг к другу. На автомобиль устанавливалось несколько версий этих самых муфт. До 2013 года муфта Haldex на Skoda Yeti имела выносной масляный фильтр, что положительным образом сказывалось на ресурсе работы маслонасоса. Но с 2013 года почему-то посчитали целесообразным эту деталь удалить. Соответственно, если вы покупаете рестайлинговый автомобиль, то к смене масла в муфте Haldex следует подходить со всей ответственностью. И делать это желательно раз в 20-30 тысяч километров пробега. В этом случае ваш полный привод с большой долей вероятности будет работать безотказно долгое время. Ну а теперь к коробкам передач. На Skoda Yeti могли устанавливаться несколько разновидностей и типов трансмиссий. Механических коробок здесь было две. 6- и 5-ступенчатая пятиступка шла на дизеле и на атмосферном моторе 1,6 литра. В целом механические коробки более или менее надежные и ходят, но все зависит от режима эксплуатации. Пожалуй, единственным слабым местом данных коробок можно обозначить подшипник дифференциала, который у особо ретивых эксплуататоров могло и провернуть в корпусе. Но для этого нужно, конечно, обеспечить коробку передач недюжей нагрузкой. Так что, если трансмиссия механика имеется в виду на автомобиле, который вы смотрите, работает без нареканий, без посторонних шумов, то при условии, что вы будете периодически менять в ней масло и не путать Skoda Yeti с гоночным болидом, данная трансмиссия проработает у вас как минимум в срок службы мотора, а то и намного дольше. На автомобилях с атмосферным двигателем 1,6 устанавливался классический гидромеханический автомат производства японской фирмы Aisin. И данная трансмиссия единственное, что, как и большинство Aisin'овских коробок, чувствительна к грязному маслу и перегреву. Поэтому, если вы купили подобный автомобиль, где шестиступный автомат работает плавно, четко, не дергает и не пинается, и вы будете менять в этой коробке масло раз в 50-60 тысяч километров пробега, то отработает она у вас очень и очень долго. Что вкупе с немалым ресурсом атмосферного мотора 1,6 позволит вам достаточно долго эксплуатировать свой автомобиль без каких-либо заморочек. Такой же интервал замены масла 60 тысяч километров рекомендуется и для роботизированной трансмиссии DQ250. Шесть передач DSG с двумя сцеплениями, которая агрегатировалась с дизелем и с двигателем 1,8 литра. Сцепления в данной трансмиссии работают в масляной ванне, что обеспечивает достаточно неплохой по меркам роботизированных коробок ресурс. Если сильно не гонять, не перегревать эту коробку и вовремя менять рабочую жидкость, то данная трансмиссия будет способна проехать порядка 160-180 тысяч до замены сцеплений, а возможно, выходит и за 200. В любом случае, при покупке автомобиля с DSG желательно сделать диагностику в том числе и электронными средствами. Исправный робот не должен дергать или как-то обозначать свою работу при езде. Эта трансмиссия работает намного шустрее шестиступенчатого автомата и обеспечивает плавный и напористый разгон с быстрой сменой передач. А кроме того, машины на DSG еще и довольно экономичные. Большим плюсом будет, если владелец автомобиля сможет предъявить вам документарное подтверждение недавней замены сцеплений. Ну и последняя трансмиссия, как в нашем случае, это тоже роботизированная КПП, семиступенчатая, с сухими сцеплениями. Индекс этой коробки DQ200. И по большому счету все ужасы, связанные с малым ресурсом коробки передач, приписаны именно этой трансмиссии. Дело в том, что на данные автомобили коробка попала в свое время еще в достаточно сыром и недоработанном виде. И действительно, сочетание сыроватой конструкции плюс не очень хорошей прошивки управляющей электроники приводило к тому, что многие меняли сцепление и ремонтировали мехатроники уже на пробегах в 50-60 тысяч километров. Однако в процессе жизненного цикла этого автомобиля компания также постоянно модернизировала данную трансмиссию и не только обновлением прошивок, но и непосредственно модернизацией начинки КПП. Что привело к тому, что после 2012 года ресурс компонентов сцепления на данной трансмиссии увеличился до где-то 120 тысяч километров пробега. Ну а ресурс всего остального, что касается нутрянки коробки, порядка 260-270 тысяч. Поэтому сильно пугаться этой трансмиссии также не стоит. И если вы смотрите автомобиль с двигателем 1.2 либо 1.4 литра после хорошей диагностики, и если автомобиль относительно свежего года, вы также можете покупать эту трансмиссию смело. Кстати, на этом автомобиле сцепление попросилось на замену на пробеге 131 тысячи километров. И здесь оно уже установлено новое. В ближайшие 100-120 тысяч про данную процедуру можно забыть. Что касается подвески Шкоды Йети, то по своему конструктиву спереди здесь используются стойки типа Макферса, ну а сзади многорычажка. Причем на полноприводных и переднеприводных автомобилях конструктивно подвеска не различается. Что касается ощущений от ходовки, то здесь на самом деле все хорошо. Подвеска получилась в меру энергоемкая, в меру упругая, и автомобиль при этом хорошо стоит на дороге, что напрямую, что в поворотах. Да и, скажем так, ресурс компонентов этой ходовой части в целом далеко не хуже, чем у большинства аналогов из класса легковых автомобилей. Пожалуй, самым слабым звеном здесь можно обозначить стойки переднего стабилизатора, которые могут попроситься на замену на пробеге 30-40 тысяч километров. Втулки стабилизатора держатся дольше, но при этом нужно иметь в виду, что по задумке конструктора, во всяком случае, втулки переднего стабилизатора, в отличие от заднего, отдельно не поменять. И нужно, по идее, ставить новый стабилизатор поперечной устойчивости в сборе. Зато нижние шаровые опоры здесь выполнены съемными и меняются отдельно от рычага. Сайленблоки в рычагах выхаживают порядка 100-120 тысяч километров пробега. Слабыми компонентами они могли считаться разве что на автомобилях первых лет выпуска, после чего конструкцию доработали и проблема ушла. Тот же самый ресурс, порядка 120 тысяч километров, демонстрируют здесь и элементы рулевого управления. Касается это наконечников и рулевых тяг. Ступичные подшипники на Yeti, да, иногда греют голову собственникам на пробегах за 70 тысяч километров, около 70-90 тысяч. Приходится менять. Не все скопом, конечно, скорее всего поменять придется 1-2, но при этом нужно иметь в виду, что ступичные здесь меняются только в сборе с самой ступицей. Ресурс амортизаторов более 100 тысяч километров пробега. На этом автомобиле пробег 131, при этом передние амортизаторы в полном порядке, они сухие и не издают никаких звуков. А вот сзади, несмотря на отсутствие течей, одна из амортизаторных стоек начала потихоньку стучать. Самый дорогой узел любой ходовой части рулевая рейка у Skoda Yeti, кстати, к слабым узлам не относится. В любом случае при осмотре подержанного автомобиля, конечно, нужно проверить ее и на предмет люфта, и на предмет стуков, но по большому счету рейки выхаживают довольно-таки солидные пробеги до первой необходимости вмешательства. Усилитель рулевого управления здесь электрический, и по большому счету проблем с ним нет. Встречались, конечно, случаи самопроизвольного выключения усилителя на автомобилях самых первых партий, но проблему эту оперативно поправили. Так что по этой части все должно быть нормально. Что касается задней подвески Skoda Yeti, несмотря на то, что подвеска многорычажная, сайлентблоков здесь больше, чем при традиционной схеме с балкой, но, тем не менее, сдаваться это все начнет не ранее, чем к 180-200 тысячам километров пробега, по большому счету. Единственное, в чем крайне желательно убедиться при осмотре подержанного экземпляра, это в работоспособности стояночного тормоза, троса которого имеют привычку к большим пробегам и от долгого неиспользования банально закисать. Итак, какие выводы можно подвести под все вышесказанное про этот автомобиль? На самом деле, это была такая проба пера. Первый, что называется, кроссовер в линейке компании Skoda. И тот факт, что данный автомобиль продержался на конвейере целых 9 лет, говорит о том, что модель пользовалась спросом. И у нее все-таки был свой круг поклонников. С точки зрения сочетания потребительских качеств, машина интересная. И вполне подходящая на роль единственного семейного автомобиля. В том, что касается того, какую модификацию предпочесть, решать вам. Но мы бы советовали остановить свой выбор на рестайлинговом варианте с мотором 1.6 Atma и автоматической коробкой передач, либо дизельный мотор, если вам удастся найти такой автомобиль по приемлемой цене и в приемлемом состоянии. Если говорить про прочие варианты с коробками DSG и с турбированными агрегатами, такую машину на самом деле тоже покупать можно, но с широко открытыми глазами после диагностики. И здесь очень многое будет решать состояние. Что касается турбомоторов и коробок передач типа DSG, то по большому счету, если вы найдете подобную машину в хорошем состоянии, которая была полностью обслужена, например, на машине стоит свежий комплекс сцепления, мененные цепи и так далее, то на 100-120 тысяч километров эксплуатации, без каких-либо особых вложений, в принципе, вы можете рассчитывать смело. Плюсом же в этом случае будет еще и заметная экономия на топливе. Ну а что касается вопросов по кузову, по части появления коррозии, то вопросы эти на самом деле есть только если сравнивать данный автомобиль, например, с прочими моделями VAGA, либо с Volvo S40, как вариант одного из самых хорошо сопротивляющихся коррозии кузовов. Но по сравнению с некоторыми моделями других автоконцернов, у Yeti с этим все еще довольно неплохо. На сегодня это все. Если обзор был вам полезен, понравился, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть в наших обзорах в будущем. Ну а мы в свою очередь постараемся их для вас раздобыть и отснять. Также, если вы владеете или владели Skoda Yeti долгое время, проехали на ней не одну сотню тысяч километров, вам есть чем нас дополнить, либо в чем нас поправить, пишите в комментариях. Ведь людям, которые задумались о приобретении подобного автомобиля, именно ваш комментарий может оказаться полезным. Спасибо за просмотр и хорошего вам дня. Пока!